Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 632. События дня. Притча. 30 глава 6 стих. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обречил тебя, и ты не оказался лжецом. За 5 сентября 2017 года. Какие события. Как назначена была хорошая погода. Весь день, с утра пораньше, копали картофель у Саманного. Немножко там даже сняли, показали. Нынешняя земля мягче. Картошка не очень. Думаю, что обеспечим. Там вчера накопали, примерно, ну, небольшие ведра, 100 ведер. А сегодня у Никиты там еще 5 соток. Да еще там где-то заросшее. Сейчас пасти некому. Пученики идут. Учителя с ними. Никита пойдет пасти. На сегодня хотели на среду его. Никак не отдал. Я говорю, сначала уберем картофель. Тогда будет видно. Говорят, что в четверг, то есть седьмого будет дождь. Ну, тогда и пусть пасет. Главное убрать. Ничего тут в интернете. Некогда смотреть. Ну, вот так. События. За мировыми событиями не смотрим. Если что будет, узнаем. Теперь нужно посмотреть, какие наши ресурсы. Это первое. Мой мир. Mail.ru. Система очень хорошая. Ни с какими контактами, тем более с одноклассниками, даже сравнить не надо. Даже близко не подходит. Насколько удобно здесь пользоваться. Второе у нас это видео-ленточное и видео-ленточное православный форум. Еще 600 тем. Очень удачно составлены. Легко искать. Богатый материал. Поисковик заряжаешь только и уже нашел. Канал. Это наш видеоканал. Православный. Открытым оком во свете Библии. И во свете Библии православный библейский сайт. Ну, остальное все постоянно. А вопросы-ответы решили опубликовать немножко. Сейчас. Девятое. Это о войне. Несколько вопросов. Озвучить. Вопрос 2105. Восьмой том открытым оком. Как нужно вести себя на допросе? Какую практику, тактику нужно избирать? Не дразнить собак или так прямо все и говорить, что думаешь о безбожниках? Ответ. Это уж смотри сам, на что способен. Потому что можно избрать молчание, как Господь наш Христос молчал перед Пилатом, или отвечать кротко, или же со всей силой обличения. Марка 15.5. Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат дивился. Так первомученик Стефан бросил в лицо жидам. Диане 7.51. Жестоковынные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. И по житиям это прослеживается. Викентий. 11 ноября. Допрос епископа и диакона. Гонителям христиан. Датьян прежде всего спросил епископа, почему ты противишься царскому повелению и не поклоняешься нашим богам, а прославляешь какого-то Христа? Епископ давал ответы Датьяну тихим голосом и скротостью, как бы показывая некую боязнь. Тогда диакон Викентий, исполнившись Святого Духа, возгорелся ревностью о Боге и сказал своему епископу, «Зачем ты очень говоришь так тихо, как бы боясь? И отчего на лаяне этого псанья отмечаешь зерзновением? Исповедуй громким голосом силу Христовую и свободно обречай и побеждай безумие всего лукавого человека, который хочет идти против Бога, своего Творца, дарвавшего ему такую власть, и хочет подобающее Богу почитание воздавать бесам. Ныне надлежит совершенно победить того дьявола, коего многие люди, как немощного и трусливого, изгнали именем Христовым, и сокрушить главу сего змея». Датьяну слухав все слова и видя, что Святой Диакон Викентий ни во что считает силу, власть и угрозу, сказал предстоящим, «Уведите отсюда епископа, я побеседуюсь с семьюным диаконом». Если бы не выступил Диакон, то ситуация была бы еще вполне сходная, мог бы правитель отпустить их, но Викентий повел дело и быстро, притом только к мученическому весу, что и исполнилось. Артемон, 13 апреля, «16 лет, — отвечал Святой, — я был чтецом церкви моего Бога, 28 лет был диаконом, считая Святое Евангелие, 33 года я носил пресвитерский сан, учаи, наставляя с помощью Христовой людей на путь спасения. И теперь ты требуешь, чтобы я, подражая тебе, принес жертву бесу, находящемуся в бесчувственном виделе, но все-таки я хочу посмотреть твоего Бога, испытать силу Его». «Может ли распятый жидами иметь такую силу?» усомнился Патрики. Тогда Святой воскликнул, «Обезумевший от злоби наследник ада и древний змей, ты уже слышал, как услыши еще, что силой моего Бога умерли ваши змеи». Георгий Исповедник, 23 апреля, «Диоклетян, и хотел бы я иметь тебя соправителем, вторым по чести в царстве моем, если бы ты только пожелал обратиться к Богам. Скажи же нам, что ты об этом думаешь?» Святой Георгий сказал, «О, царь, тебе сначала бы следовало проявить ко мне такую милость, а не мучить меня такими лютыми муками». Максим, 28 апреля, «Святые отвечали, мы стоим за то же, что сказал брат наш Максим. Он чтецом нашей католической церкви хорошо понимает священное писание и знает, что нам полезно. А ты, пораженный бесовским безумием, не знаешь, что для тебя необходимо. Если бы ты пожелал послушать нас, то узрел бы свет». Климент, 25 ноября, святой Климент ответил, «Молю твое благоразумие, послушай меня, а не безумных слов, грубой черни, напрасно восстающей на меня. Ибо хотя и многие собаки лают на нас, но они не могут отнять от нас того, что принадлежит нам. Ибо мы люди здравые и разумные, они же собаки без разума, лающие бессмысленно на добрые». Александр, 13 мая, мученик отвечал на это, «Несчестивый, ослепленный, моим сын дьявола, служащий отцу своему, сатане, как ты можешь сожалеть меня и быть милосердным для меня? Ведь сатана, отец твой, никому не милосерден, а наоборот, он хочет всех вовлечь в гену огненную и погубить вместе с собою». «Ослепленный умом, сын сатаны, что еще желаешь ты услышать от меня? Ведь я сказал тебе, что бесам я не принесу жертву». «Безумный, неужели ты не понимаешь того, что твой дий и асклипий суть бесы?» Пороскева, 28 октября. Тогда начальник, разгневавшись, сказал, «Мне ли ты злое христианское от родины отвечаешь?» Святая в ответ на это плюнула ему в лицо. «Уар, 19 октября, блаженный же Уар, желая еще более прогневать наместника, сказал ему, «Невежда, — говорит глупая, Исайя, пророкс, 32,6, «Вот тела их лежат простертыми перед тобой, и делай же с ними, что хочешь». Святые же отвечали, «Зверь, это человек!» «Мы не побеждены, а напротив, сами побеждаем при помощи укрепляющего нас Иисуса. Если же мы заплакали, то не потому, что боимся мучений, но от естественной любви к нашему брату, которого ты бесчеловечно мучаешь. В душе же мы радуемся, видя, что доброму страстотерпцу уже уготован венец». Наместник поверел тогда вести их в темницу, и когда Уар, висевший на дереве и терпевший мучения, увидел, что в святых в цепях влекут в темницу, то возопил, «Учители мои, помолитесь за меня в последний раз Христу, ибо я уже разлучаюсь от тела. Вас же благодарю за то, что вы привели меня к вечной жизни». Прибыв в мучениях около пяти часов, святой Уар предал счастную и святую душу свою в руки Господа. Мучители же, считая его еще живым, били и мучили его охладевшее тело, а потом, заметив, что он уже умер, сняли его с дерева и, по повелению мучителя, вытащив его вон из города, бросили его на сиденья псам, на то место, куда бросали трупы животных. Герман, архиепископ, 12 мая. «Не подобает тебе, царь, бесчинно возвышаться перед Богом, создателем твоим, давшим тебе жизнь и царствование, и не имеешь ты права, как говорится, подвигать неподвижное. Неприлично тебе приступать к предмету, установленные в древнее время святыми отцами». Климент Анкирский, 23 января. «Ты ли Климент?» «Я раб Христов», отвечал мученик. Воевода повелел бить его кулаками по устам, говоря, «Почему ты не называешь себя рабом царским и Христовым?» «Святой же подвергаемый побоям». Отвечал, «следовало бы и вашим царям быть рабами Христовыми, тогда было бы мирно их царствование, и все народы покорил бы их власти Христос мой». Василиска, 22 мая. «Окаянный волшебник», убеждал святого правитель, «принеси жертву богам, в противном случае я предам тебе лютой смерти». На это святой ответил правителю. «Зверь, живущий в лесу, пес, лежащий кровь, а гриб поблудный, образ дьявола, мучитель беззаконный. Зачем ты еще меня удерживаешь? Я тороплюсь окончить жизнь свою». Правитель сильно разгневался на святого и приказал усекнуть его мечом. «Феодора», 27 мая. Судья сказал на это, «Сари приказали нам всех девиц, желающих сохранить свою чистоту, принуждать поклонению богам нашим. Если же вы не захотите поклониться богам, то будете отданы в блудилище». Отвечала девица, «Вероятно, ты понимаешь, что Бог смотрит прежде всего на изваление сердечное. Будучи сердцеведцем, Он знает все помышления наши и самое намерение наше принимает как дело. Мой Бог знает намерение мое, сохранив чистоте девство мое. Поэтому, если ты прикажешь, как ты хвалишься, отдать меня блудникам, то это не будет прелюбодеянием для тела моего, а будет насилием и страданием мне. и если ты отсечешь мне голову или руку или новую или насильно лишишь меня девства, ты через это сделаешь мне не блудницей, а мученицей. Но знай, что Владыкой Бог мой силен сохранить чистоте девство мое, если пожелает». Архилая 6 июня И тот час святая мученица Архилая была представлена на суд и сказала «О, Егемон, не я, злые дела твои наносят тебе хулу и бесчестие и готовят огонь неугасимый, в котором ты будешь мучиться вечно вместе с богами твоими. Если же ты хочешь избавиться вечных мук, то послушай моих душеполезных слов и прими мой добрый совет, уверуй, создавшего тебя Бога Отца и в единородного Сына Его Господа Иисуса Христа и в Духа Святого от Отца Исходящего сей Единый Бог Троицы прославляемый и на земле и на небе». Дуло 15 июня «Повинись правителю, ведь разве ты не чувствуешь, как все тело твое покрывается ранами?» Святой на это сказал «Послушайся лучше меня советник дьявола и слуга его и лучше посоветуй сам себе Егемону своему, как бы поскорее убедить блудницу дофну, чтобы она согласилась жить блудно с Богом вашим Аполлоном и исполнить его желание, чтобы он разжигаемый любовью и не получая исполнения своего желания не погиб жестокой смертью. Я же имею одного советника Господа нашего Иисуса Христа». Тогда мучитель приказал принести железную доску и сказал слугам «Раскалите ее посильнее на огне и положите сюда этого хулителя наших богов». Блаженный, услышав это сказал «Находящийся в гиене твой Аполлон благодарит тебя за то, что ты еще более усиливаешь тот гиенский огонь, в каком он теперь страдает. Он воздаст тебе за это тем, что и ты вместе с ним будешь низвержен во тьму кромешную. Тогда и я посмеюсь над тобой, нечестивый благодетель Аполлона. Боги твои, особенно Афродит и Артемида, да помогут тебе и злоби твои, если ты же хочешь. Я расскажу тебе и про других твоих богинь и про все их бесстыдство». После того Егемон приказал слугам «Разбейте челюсти его, чтобы он не хулил богов и переломив голени, оставьте его так, чтобы он не мог и слова сказать». Но это святой мученик Сазало «При беззаконнейший Егемон». «За что ты меня бьешь, если я говорю тебе истину, что твоя Афродита и прочая богиня проводили жизнь свою в скверных похотях и блудодеяниях и даже в споре своем о том, кто из них сладострастнее, однажды поставили над собой и судей какого-то пастуха Париса. И зачем ты гневаешься, когда тебе говорят о мерзостейших делах скверных богинь твоих?» Маркел, 7 июня. «Тогда император приказал представить к себе Сесиние и когда последний явился к нему, то спросил его, «Какое имя твое?» «Я грешный», отвечал святой именуя Сесинием, «Я раб рабов Господа нашего Иисуса Христа». «Модест вид» 15 июня, «Пожалей жизнь свою, вид, и принеси жертву великим богам». Святой отвечал, «Да не водит тебе добра дьявол, волк, хищный, соблазнитель душ. Я удивляюсь безумию твоему, ибо ты, видя силу Божию, не познал Бога и не стыдишься отвращать меня словами твоими от Бога моего. Но я уже не один раз сказал тебе, что не принесу жертвы богам твоим или лучше бесам, однако ты снова без стыда предлагаешь мне свои нечестивые советы». Говорят собаки, «Иди вон», и стыдясь, она уходит, но ты не знаешь стыда. Я имею Христа Бога моего, которому служил до сих пор, и которому приношу жертву хвалы от сердца моего. Для меня осталось только одно, чтобы я весь был для него жертвою живою». Тогда император, придя великую ярость, вместо того, чтобы выпустить на мучеников зверей, приказал тотчас же приготовить горящую печь и большой котел, и велел растопить в нем олова, серу и смолу. Потом приказал вернуть тот котел кипящий, клокочащий одного вида. Потом, посмотрев на царя, сказал, «Благодарю тебя, Диоклетиан, и слуг твоих за то, что вы строили для меня весьма удобную купель. Надлежало бы здесь быть и былу». Весь же народ, смотревший на все происходившее, громогласно восклицал, «Мы никогда не видели такого чуда. Воистину истинно велик Бог отрока сего». И сказал царь святому, «Неужели сего победят волшебства твои?» Мученик же отвечал, «Безумный и несмысленный, неужели ты не уразумел силы Христа, пребывающего со мною, ангел, который вскоре возьмет меня из твоих мучительских рук?» Марина, 17 июля, 15 лет. Так как в те времена было поднято гонение на христиан, то иереи, клирики, учителя Слова Божия скрывались, кто в пустынях, в горных пещерах, и с боязнем учителей, кто в селах между простыми людьми, скрывались под видом нищих, однако где только могли, поучали хотя и тайны. Святой, вере и многим обращали от языческого заблуждения к Христу. Случилось и Марине, 12-летней девочке, услышать от одного человека Божие слово о Христе Иисусе, истинном Боге. Благоразумная девочка Марина уверовала во Христа и распалилась сердце ее божественной любовью, так что она ни о чем другом не говорила и не думала, как только о Христе Иисусе или где слышала она речи об истинном Боге. Все внимание ее было там, а как уверовала она в него сердцем, то не стыдилась устами исповедовать его, хотя и не была еще крещена за неимением христианского священника, который бы мог ее окрестить. И желала Марина пролить кровь свою за Христа и креститься ею, как купелю крещения, как она слышала о многих святых мучениках обоего пола, что крестились своей кровью те, которые положили свои души за Господа. Она хотела подражать им. А что ты мне говоришь о супружестве, почете, славе и богатстве, то все это для меня противно и мерзко. Неужели я оставлю бессмертного жениха моего Христа, Царя Небесного, и вступлю в брак с псом смердящим мертвой душою? Никогда! Мученица отвечала, мерзкий пес, свинья, ты пожираешь человеческое мясо и притворяешься милосердным, будто жалеешь меня. Я сама себя не жалею ради Христа, не пощадившего себя, но отдавшего за меня на большие муки. Если я послушаю твоего безумного совета и пощажу свое тело, то как же увенчается моя душа в Царстве Небесном. Вот слышно такие смелые слова Святой Марины. Епарх раздосадовался, оскорбился, сильно разгневался, и тот, сейчас переменив любовь на вражду и ненависть, велел снять одежду с невестой Христовой, приказал положить ее на землю и бить прутьями без пощады. Долго били святую без милости. Ее девищеское тело разрывалось от ран, и кровь текла из ран, ручьями обогряя землю. И в Доксии 6 сентября при всем правитель начал пересчитывать заточения, страшные темницы, раны, строгания тела, опаления огнем и прочие жестокие мучения, наводившие ужас при одном только упоминании. Мученик сказал, ты насмехаешься, правитель говоря мне это, я считаю твои муки детским пугалом. Он повелел бить мученика железными прутями по шее и вывернуть из сустава все его члены, какое мучение было тяжелее самой смерти. Молясь так, Евдоксий увидал свою супругу, которая с плащем следовала за ним и спросила ее, сделано ли все так, как он заповедал и велел ей только по усекновении его взять его тело и погрести. Юлиан 12 сентября мученик отвечал «Мать моя старец, а отец отошел ко Господу». Антонин приказал привезти его мать и гневно взглянул на нее и сказал ей «Уговори своего злого сына принести фимям богини, если же ты не сделаешь того, я предам твое тело на поругание». Доблестная мать святого мученика ответила на это егемону «Если против воли моей сквернят мне тело, то это не только не сочтется мне вину, но будет для меня залогом вечной славы и блаженного воздаяния». Адриан Наталья 26 августа Напротив, тем, кто узнав, где скрывается христианин, донесет о нем или же найдя такового сам представить на суд, царь обещал награды и почести. Посему стали выдавать друг друга на смерть сосед соседа ближнего своего, кто из-за боязни грозного повеления царя, кто из-за наград. «Разве вы не слыхали?» продолжал царь. «Какие мучения ожидают тех, кто именует себя христианами?» «Слышали святые и смеялись над безумием твоим и над самим сатаною действующим в сынах и неверующих в Бога, над коими ты начальник». «А скажите, спросил мучитель, какие муки уготованы мне?» «То, что уготовал Бог дьявола ангелом его, отвечали святые, уготовал он и вам сосудом дьявола. Неугасимый огонь, черни усыпающий, непрестанное мучение, вечную жизнь, адскую погибель, тьму кромешную, где плащ и скрежет зубов и многие другие неисчислимые муки. «Черток твой вижу, спаси мой, он блещет славою твоею, но я войти в него не смею, но я одежды не имею, дабы предстать мне пред тобой. О, святодавщик, просвети, ты рубище души убогой, я нищим шел земной дорогой, любовью и щедротой многой меня к слугам своим причти». Вяземский 1858 год. Ну вот на сегодня и все.